Есть такая пословица. «Застав дурака Богу молиться, так он лоб себе расшибёт». Я практик в первую очередь. Теория мне нужна для того, чтобы понять, как эта практика работает. Чтобы это действительно было эффективно, но в первую очередь безопасно. Потому что я за свою жизнь наделал огромную кучу ошибок во всех сферах. Начну с самого понятного. С той же тяжёлой атлетики силы, когда я начал заниматься. Есть человек, пришёл, у него так силёнка более-менее есть. Он сразу же сделал третий разряд. А вот чтобы сделать первый разряд, уже надо более-менее позаниматься, регулярно позаниматься. То есть потратить некое количество времени. Далее, если человек хочет выполнить норматив мастера спорта, ему придётся свою силу увеличить более значительно. То есть потратить на это гораздо больше времени. Если человек хочет быть вообще чемпионом по поднятию тяжести, по той же тяжёлой атлетике, то это занятие подчиняет всё остальное. Он только теми занимается. Тренировки в спортзале, питание, отдых. Тренировки, питание, отдых. Всё. Что касается оздоровления. В некоторых случаях достаточно просто походил там пешком, да и нормально, для определённого уровня. А для того, чтобы что-то достичь большего, что-то, чтобы у вас получалось, необходимо время, необходимы знания, необходим опыт. Я всё вам рассказываю, что вот после 18-дневного голодания, которое я сделал, и как мне показалось, я его успешно сделал, но на выходе, прочитав, как там выходить, я избрал как раз вот в это вот примерно время было, только много лет назад, выход на апельсинах. И в книгах там некоторых написано, то на апельсиновом там сок или ещё. Буквально на третий день, когда я так-така, что-то там перед зеркалом, а у меня зубы чёрные, слезла эмаль в зубок. И сразу же мысль, ну вот, да оздоравливался. Зубы, зубы испортил. Само голодание не испортило, а выход. А в чём? А как? А почему? А кто его знает? Нигде ничего это не написано. А кое-где и написано, но относительно совершенно иной информации, а именно, фруктовые кислоты действуют на эмаль зубов. И после голода, когда всё вот это вот, знаете, надо там восполнять, надо это, естественно, всё это рассасывается, особенно у кого эмаль слабая, в мгновении ока. И только после того, когда я понял, какие у меня там ошибки были, я начал опять голодать. Что касается там чистки печени. Смотрите, были там самые простые варианты, которые изложены в учебнике, в лечебнике Куренова, Петра Куренова. Масло, лимонный сок, там грелка или ещё что-то, всё, камни там полетели. Далее, более продвинутая очистка, это у Татьяны Буревой. Вы применяете там травки, несколько дней, там сколько, там три дня. Травки определённые, для того, чтобы подготовить печень, протоки, жёлчный пузырь, для этой чистки. И она более эффективна, и даже кажется более лёгкой. Существует ещё масса иных вариантов, без приёма этого масла, без этого жёлчегонного эффекта, всё это действует мягко. И это я описал. Так вот, что я хочу сказать, многие вещи не получаются. И они, да, бывают, как вот я, делал гравитационную гимнастику, но не на две ноги, как говорил учитель этой гимнастики, а на одну ногу. И всё себе там, раздробил, переэта, огромными весами, сместил. Кто виноват? Вот эта гимнастика, что ли, виновата? Этот учитель, который сказал, вот так вот, вот так вот делай. Либо я, который, ага, думаю, а я вот так вот сделал. И вот опять-таки, что касается той же тяжёлой атлетики. Вот люди, которые ты видишь, они поднимают намного больше. И ты задаёшь себе вопрос, ну почему они поднимают намного больше? Почему смотришь, учишься у них, начинаешь поступать так, как они, и добиваешься таких же результатов? Точно так же, выздоровление, это непростое дело. Не надо упрощать, не надо упрощать, вот как мы там делаем, рецептик, да и всё, такой рецептик, масло с лимонным соком и всё. А вот эту теорию, которую я там изложил в своей книге, как раз поднял для того, что собой там представляет вот эти все, желчь, какая там она бывает, почему она там загустевает, почему там образуются эти камни, как эти протоки могут сжаться, как они могут расшириться, ещё что-то, ещё что-то, вплоть до того, ага, сколько это пропускает, вот сказали, вот столько пропускает. Другие говорят, вот это да, этот общий проток пропускает, там на 2,5 диаметр расширяется, а желчный мол вообще там не расширяется, или там расширяется, кто там его знает. То есть узнать надо себя образовать, чем я постоянно занимаюсь самообразованием, самообразованием для того, чтобы лучше применить эти оздоравливающие процедуры, чтобы действительно не было какого-то побочного эффекта. И большое значение имеет, вот когда ты делал, а потом теоретизируешь, рассуждаешь, как что. Либо когда ты вообще не делал, и думаешь, а вот так вот. То есть человек не голодал, это вот начинает там говорить, вот кто-то там написал, да ты сам поголодай, у тебя своё собственное мнение будет. И при этом оно может быть отрицательным, а у других положительным. А почему у них положительно, а у тебя отрицательно? Почему он получил, а ты нет? Вот такие вопросы задавайте себе и решайте их. Это же касается чистки печени. Да это всего касается. Для того, чтобы получить положительный результат, который бы вас удовлетворил, нужны знания, нужно самообразование. Если этого нету, и вот как в передаче с Юрием Даниловичем, вы пытаетесь, что тот человек, он знает, он это всё сделает, как специалист, вы ему денежки принесли, и он всё сделает. Смотрите, сколько наук изучают человека. Вот, допустим, там, смотрите, уже там врачи, там, по сосудам, врачи по сердцу, врачи по желудку, врачи, там, по кишечнику, врачи по суставам, врачи, там, по психологии, только несколько направлений, что там с человеком происходит, по коже, там, и т.д., и т.п., сколько их, и вот каждый, там, со своей, там, позиции, что-то, это, а взгляд-то должен быть целостный, и вам, чтобы вот это всё получалось, не просто знать, как там клизму делать, или там, как это там масло выпить, или что-то там запитание, там, вот такое съесть, а вам надо гораздо больше знать, вам надо себя образовать, чтобы что-то получалось в этой жизни, если этого нету, лучше за это дело, и не приниматься, и не браться, все мы разные, и тот рецепт, вот один и тот же рецепт, он на каждого человека, будет действовать по-разному, поэтому я там, я диагностику привожу, что там у вас, поэтому я там, ещё что-то привожу, что там может быть, вот, 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 потому что я сам через это дело прошёл, и когда что-то, ты что-то начинаешь делать, а тебя обсыпало, а ты не знаешь почему, что и как себе помочь, либо ты начал водой наливаться, либо ещё что-то, вот сказали, да, вот, вроде как голодать там очень просто, или там излечиться от какого-то заболевания, да, фу там, оказывается нет, у одних это нормально как-то прошло, а у других нет, вопрос, задаёте себе, почему у него прошло, а у тебя нет, в чём дело, и тогда, ответив на это всё, у вас получится, у вас будет безопасно, у вас будет легко и радостно, вот это я хотел заострить, вот эти все разговоры, докажи мне, я себе доказал, если вы хотите, чтобы чистка печени у вас прошла, так как надо, и дала тот же эффект, о котором я говорю, значит, надо разобраться в ней, надо подготовить себя, если вы не хотите не разобраться, вот там сказали, не подготовиться, что только вот так вот, ничего не делали, и уже огульно говорить этого не может быть, не делайте, и не заходите на мой канал, вам тут делать нечего, вот тут в интернете огромное количество различных этих, вот там лазите, смотрите, и прочее, прочее, вот что я вам хотел сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова